Бали. Вечно зеленый остров в Индийском океане. Сюда мы прилетели в наше свадебное путешествие. Здесь мы хотим увидеть невероятные балийские закаты, научиться серфингу и почувствовать невероятную магическую энергию этого острова, о которой все говорят. Но сегодняшняя история будет не о магической энергии. Сегодняшняя история будет о людском, о том, где жить, что есть и как обустроить свой быт, когда вы приехали на Бали. Для жизни мы выбрали тихий и спокойный район, который называется Умалас. Он находится на юго-западной части Бали. Здесь нет огромных толп туристов, здесь нет шумных дискотек, но здесь есть главное. Шикарные виллы и невероятная природа. Наша вилла находится в комплексе вилл, который называется The Bidadari, что в переводе с индонезийского означает «ангелы». Заходите в гости, я быстро покажу вам, где мы живем. Несмотря на то, что это комплекс вилл, каждый домик имеет свою отдельную территорию, свой бассейн, свою кухню под открытым небом. Смайл. Комнату, в которой вы, конечно же, будете только спать. И, главная фишечка Бали, это ванная комната с душем под открытым небом. Здесь мы будем жить ближайшую неделю, а потом отправляемся в Угут. Рассказывая о Бали, конечно же, невозможно не упомянуть о самой главной, в кавычках, достопримечательности Бали. Это очень узкие дороги и просто жесточайший трафик на дорогах. Ездить на машинах здесь просто невозможно. Поэтому знакомьтесь. Это наш байк. Сняли на три дня, попробуем, покатаемся, посмотрим, как будет получаться. И если понравится, арендуем на дольше. У нас сегодня такой, знаете, хоз-день. Мы съездили, купили сим-карты, мы поспали. Вот сейчас приехали, ну, я думаю, вы понимаете, зачем купить себе шлемы. Потому что те шлемы, которые выдают в аренде, ну, их просто в руки брать не хочется. Я не говорю за то, чтобы надевать на голову. Идем выбирать шлемы. И несмотря на то, что шлем, это не очень удобно, но это обязательный атрибут для вашей безопасности. А теперь встречайте. Белок и желток, а вместе мы – яйко! Рассказывая историю о районе, в котором мы живем, естественно, стоит упомянуть о важной инфраструктуре, и в частности о магазинах. Наверняка каждому из вас будет интересно узнать, что же из продуктов есть на Бали. И поверьте, из продуктов здесь есть полностью все. В общем, здесь полноценный супермаркет. Не хуже, чем в Европе. Если вы переживаете, что останетесь голодными, то не стоит. Здесь очень много и европейской еды, и местной балийской. Но самое приятное здесь – это… Нет, самое приятное – это не ананасы. Самое приятное – это балийцы. Улыбчивые, добрые, светлые. Какие-то очень приятные люди, которые оставляют только добрые эмоции на душе. Станция Петушки. Как сказал бы мой отец, мы приехали к океану. Ехали в Керс, даёт куда, например. Знаете, по традиции… А вось куда-нибудь приедем? Да. Если не знаете, куда едете, но хотите к воде, едьте вниз. Есть такое понятие «чуечка». Чуечка. Я чувствую, что нужно повернуть направо. Мы первый раз приехали здесь к океану. Да. Господи, Китюля, мы возле акеана. It's beautiful, it's beautiful, it's true. Я бьютифул, какая-то. Я бьютифул. Мастер, ты бьютифул Анбелиду был просто. Прогулявшись по пляжу, прочувствовав на себе всю мощь волн Индийского океана, мы подумали, что это и есть та самая магия Балийских закатов. Но настоящая магия ждала нас после. После того, когда солнце ушло за горизонт. Даже в таком прекрасном слове словосочетания, как встречать закат, есть один минус. Потом ты остаешься фактически один на парковке, потому что полиции почему-то рано уезжают. И даже гости из других стран почему-то рано уезжают. И мы теперь будем ехать домой. Тут, правда, несколько километров, но это наш первый ночной опыт. Если не выйдем на связь через 25 минут, звоните в МЧС. Желток на российский. Белок готов. Желток готов. Скорлупа? Не подведи. Вернувшись домой после такого насыщенного дня, после такого невероятного заката, знаете, что хочется сказать? Я сейчас максимально наслаждаюсь вообще ситуацией, моментом и всем происходящим вокруг. И я желаю каждому испытать свое настоящее абсолютное счастье. И как говорит одна очень умная женщина... Твоя жена? Моя жена. И как говорит моя жена, путешествие – это единственная вещь на свете, покупая которую мы становимся намного богаче. Путешествуйте, потому что из каждого путешествия мы возвращаемся со всем другими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok